всем привет друзья в общем после работы выбрался я на улицу смотрите у нас погода солнышко светит приехал в наш замок парк замок наверно 17 или 18 века прогуляя здесь немножко заодно запишу видео о финансах о деньгах это продолжение до всей вот этой эпопеи то что этого касается конкретно да и вообще каждого человека касается многие люди заинтересованы в этом сколько платят пособия какие детские деньги как это выплачивает сколько начисляет в общем все то что связано именно с деньгами но наверное большую часть мы посвятим небольшой такой статистике которую я заметил на своем канале в общем если я записываю такие вот такого рода видео то я заметил если то что касается сегодняшних выплат сегодняшних начислений но это допустим там киндер гель киндер тушлак всякие разные доплаты арбослезы гель-1 арбослезы гель-2 вот может быть какие-то там социальные доплаты или еще что-нибудь вот этим видео или этой темы интересуются очень много людей соответственно просмотров на канале даже при том маленьком количестве подписчиков у меня он довольно-таки высокий а вот если я завожу речь о тоже о финансах но который касается допустим пенсии то количество просмотров резко падает и вот в связи с этим друзья у меня возникает такой вопрос почему так происходит напишите пожалуйста об этом в комментариях почему допустим вас больше интересуют как бы хлеб насущный а вот ваше будущее вас не интересует почему допустим о киндер тушлаки смотрят очень много людей до или допустим о пособии о начислениях о суммах начислениях или там каких-то штрафных санкций в общем почему это намного охотницам смотрят чем допустим о пенсии о том как будет начислять пенсию как это все происходит какая у вас сумма приблизительно будет какие есть у вас еще возможности будет ли со стороны государства контроль за вами за вашими денежными средствами почему это человека не интересует вот напишите пожалуйста все это в комментариях да действительно оно так получается что лично допустим тоже у меня в основном просматривают вот то что касается финансов сегодня вот но я бы не сказал что все конкретно досмотр ну допустим вот о киндер тушлак да действительно много людей смотрят но это еще связано тем что это такая трендовая тема там немножко напутали был неправильно передана информация в виде сообщения на ватсапа который передавалась от семьи к семье соответственно это все быстро зашлось дошло до газет сми об этом начали писать сказали что из-за того что неправильно там была подана информация вот количество поступивших обращений вот этих антрагов на киндер тушлак побила всякие рекорды и поэтому сейчас все эти работники арбат агентуры или фамилии инкасс они не справляется с поступившим количеством автрана вот я написал тоже и в данное время я это все жду да шо ж такое то ну вижу что волос во все убрал вот но смотрите также допустим не смотрят и то что касается экономии денег а экономия это не так допустим как многие люди понимают в буквальном смысле слова экономить значит поменьше покушать поменьше там батареи топить поменьше мыться вот воду как-то экономить но это короче это какой-то дурдом нет экономия с этим не связано если вы хотите экономить а значит рационально распор в рационально использовать свои денежные средства допустим пользуясь чем-то бесплатным или намного дешевым чем допустим она есть в большинстве случаев я пытался проанализировать почему допустим люди как-то знаете здесь им нравится здесь они смотрят там не нравится там они не смотрят пытался про анализировать и пришел значит такому выводу наверное на можно поделить всех людей которые смотрят или не смотрят поделить ну на несколько категорий но одна из них достаточно понятно можно допустим по тому же дм лайфу посмотреть когда он писал комментарий говорил о том что ну не интересует его это не интересно ему смотреть потому что за какую накопительную систему не возьми они все это бан человека и я бы так сказал что здесь есть доля правда действительно смотрите если вы ну вот сейчас если мы поговорим о всякой разной накопительной накопительных способов которые существуют в германии но это государственная пенсионная страховка это приватная в разных его формах то получается они все основаны на какой-то одинаковая базе и в любом случае если у вас приватная или у вас государственная случае вашей смерти да если вы дожили допустим до лет восьмидесяти то все равно те деньги которые вы откладывали туда всю жизнь они часть там остаются этих денег все равно или это государственное или это ресторан то или это репут рента или лебенсферзихер еще что-нибудь короче там все так считается что часть сумма она остается но лебенсферзихер мне не будем брать а вот именно где на вам начинает оттуда выплачивать в общем часть сумма остается и и это сумма она может быть больше в случае вашей скоропатижной смерти вы раньше умерли допустим доработали до 67 вышли на пенсию прожили до 75 не выдержали всего этого ну вот покинули этот мир и соответственно большая часть денег осталось пенсионной кассе вам и и обратно не вернут родственникам тоже не верну если будет платить битвы ренту то там тоже в каком-то процентном отношении да вот и даже если допустим ваша жена проживет или там муж проживет довольно таки долгое время то все равно этих денег обратно не уже не вернуть и вот действительно в этом есть резон но кроме вот этих вот накопительных систем которые связаны именно с пенсиями есть еще и другие это тоже частная накопительная система но это как как допустим и под матрасом вы вкладываю вы складываете деньги единственно до единственно что это же связано с покупкой акции что там риск состоит в том что курс может упасть и вы можете потерять ну допустим до 40 процентов ваших денег а если вообще какой-то мировой катаклизм случится то можно потерять и все деньги да такое возможно но эта система она является более аттрактивная потому что в любой момент вы можете деньги обратно забрать несмотря сколько там допустим вы накопили и она также рассчитана на то что те деньги которые вы туда откладываете они кладутся под проценты и этот сложный процент нарастает с каждым годом в общем если вы откладываете деньги с расчетом более чем 10 лет вот тогда уже начинает оккупаться сама на такая оптимальное время на которое это от 20 до 30 лет вообще получается что с 20 до 25 лет около 40 процентов на ту сумму которую вы накопили приходит еще сверху это только за пять лет если на 30 лет ну там вообще короче можно миллионера не шутки конечно шутка не станете вы миллионер